Томсо, будь честен, за многие века чеченцы создали только лесгинку и байки про кунта-хаджи. Что вы там преподавать и вещать, собрались на своем языке без РФ, погрузитесь в привычную дикость. И кто бы что ни говорил, вот эти вот формы этих лоузеров, именно лесгинки на лоузерах, это очень мерзкое явление, очень мерзкое. Давайте пройдемся по конкретным примерам. Смотрите, для чего Шейх Мансур борется с Россией? Для того, чтобы у нас на нашей территории, в наших школах, университетах, институтах преподавали на чеченском языке. Это я как пример привожу. На каком языке сегодня мы получаем образование? На русском. Вот она, борьба, да, один из аспектов борьбы. Мы, мы, то есть влияние России на нас, это наша попытка нас русифицировать. Это один из моментов. Почему, почему у нас все образование, документы оборот, все это происходит на русском языке? Почему наш язык, чеченский язык, вымирающий сегодня? Потому что не может язык не вымирать, если на этом языке нет, не преподается в школах, не преподается в университетах, если на этом языке нет, не издаются газеты, нет сайтов, то есть какие-то печатные издания, нет телевидения, нет фильмов, нет, нет всего вот культурного и так далее на этом языке. И, конечно, он будет вымирать. Это вот один из таких моментов, за которые боролись и борются до сих пор. И, поэтому не возникает у меня вопросов, почему, кого бы в этой ситуации поддержали. Потому что, будь честен, за многие века чеченцы создали только лизгинку и байки про кунта-хаджи. Чтобы там преподавать и вещать, собрались на своем языке без РФ, погрузитесь в привычную дикость. Алан Давыдов, чтобы такое утверждение делать, надо бы сначала дать такую возможность сказать, вот, значит, вы, допустим, 50 лет сами прожили, вот что вы за это время сделали. Дело в том, что вот то, о чем ты говоришь, лизгинка, байки про кунта-хаджи, это ведь все как раз было при России. То есть, все вот эти вот негативные моменты у нас появились с вторжением России. И, если бы без нее это все было бы, мы бы, допустим, отбились бы от них, прожили там 50 или 100 лет, и у нас вот это вот все случилось, тогда, может быть, ты мог бы нам подобное сказать. Но, на самом деле, и даже в этой ситуации ты был бы все равно не прав и не справедлив, потому что, в принципе, это не ваше дело. Даже если бы мы, в принципе, плохо жили, у нас реально были бы там какие-то байки про кунта-хаджи или сгинка. Ну, значит, такой, это наш выбор, кого это должно волновать. Почему ты или кто-то другой должен приходить к людям, которым так комфортно, комфортно с лизгинкой, с байками, приходить к ним и навязывать им что-то там свое, свой язык, свою культуру, свои традиции, свое видение прошлого и будущего. Зачем это? Оставьте людей в покое. Хотя я, конечно, уверен, что будет такая возможность развиваться без России. Мы бы развились в этом, нет сомнений. Но я еще хочу указать на то, что те страны, которые сумели избавиться от России, они-то как раз таки и развиваются. Есть, конечно, и негативные какие-то примеры, но в основном возьмем ту же Прибалтику, возьмем ту же Грузию. Только избавившись от России, от влияния России, эти страны стали развиваться. А возьмите любую страну, которая не смогла уйти из-под этого влияния. Она, как правило, деградирует, либо стагнирует вместе с Россией. Возьмите нам страны Средней Азии, которые не могут никак из-под влияния России выбраться. И, соответственно, у них и с развитием проблема. Поэтому мы бы хотели все-таки избавиться, самим попробовать. И вот если у нас не получится, тогда ты через лет 50 напишешь такой комментарий, и мы скажем, да, увы, не получилось. Пока вы не преодолеете уровень лесгинки и суфийских баек, нынешняя власть в Чечне, закономерный результат, как ты собираешься менять духовный уровень населения через свой ваххабизм? Смотри, опять-таки, противоречие твоим словам это то, что суфийские байки и лесгинка, это то, что даже сегодня насаждается именно Россией. Заметь, кто сегодня за лесгинку и суфийские байки? Не Тумсо. Тумсо противник суфийских баек и лесгинки. А кто всячески пропихивает эти суфийские байки сегодня? Российские чиновники в лице Кадырова и прочих муфтиятов кадыровских и так далее. Понимаешь? Кто нам это насаждает? Кто сегодня не может никак, точнее, боится, что мы уйдем от этих лесгинок? Кто сегодня поддерживает все эти филармонии, шмелармонии под видом культуры? Насаждает нам этот разврат в форме этой лесгинки? Кто это делает? Это делает российская власть. Это ведь не Тумсо делает. Не Тумсо ведь вещает на этом канале, призывая людей держаться за эти байки и эту лесгинку. Этим занимается российская власть. Поэтому вот, кстати, ты сам к этому нас и привел. Для того, чтобы уйти от суфийских баек и лесгинки, нам для этого и нужна эта свобода. Чтобы мы могли сами захотели и все, избавились от суфийских баек, избавились от лесгинки. Вот для этого нам нужно. А сейчас у нас, видишь, в Кремле решают, что нужны суфийские байки и нужна лесгинка. И через своих чиновников нам это насаждают. Лесгинка была всегда, это часть нашей культуры. Что такое всегда? Всегда это сколько лет? Я не знаю, я не могу сказать, была она или не была, но я точно знаю, что она сегодня, она всячески насаждается именно российской властью. Именно они боятся, что мы от этого уйдем. И кто бы что ни говорил, вот эти вот формы этих лоузеров, именно лесгинки на лоузерах, это очень мерзкое явление. Очень мерзкое. Когда озабоченная толпа мужчин хлопает, танцующий в кругу девушки. Вот эти вот все эти моменты, когда... Это же мерзко. Никто ведь не желает это для своей дочери, для своей сестры. Никто этого ведь не желает. Почему люди, когда на себя это примеряют, они не хотят. Но когда на кого-то другого, то мы сразу такие, о, это ценность, это культура. Это мерзкое явление. От этого нужно уходить. Вот эти вот именно формы вот этих лоузеров, когда толпа хлопающая, озабоченных мужчин с растекающими по всей роже слюнями смотрит на танцующую девушку. А девушки специально знают, что это будет происходить. Наряжаются соответствующим образом, кривляются. Это очень мерзко. Я не знаю, что еще более омерзительнее можно представить. Поэтому, если кто-то за это держит, засчитает, что нельзя это отпускать, то собирайтесь в своем каком-то узком кругу, там, с семьями. Там, где, если вы считаете, что в отношении ваших дочерей, там, сестер такое нормально, то, ну, в своих каких-то кругах собирайтесь, я не знаю, проводить эти мероприятия. Но в целом для нормальных людей это вещь, которая омерзительна. Субтитры создавал DimaTorzok